приветствую вас и в этом видео мы покажем логику принятия решений в торговле фьючерсом s&p 500 на основе анализа мультичарта и объемов кластерного графика я покажу свои сегодняшние сделки но сперва поясню в чем заключается подход и так сначала я анализирую мультичарт и выявляю актуальные тенденции поведения рынка на мульчарте мы видим динамику развития каждого дня в частности у меня это последние 5 дней торгов можно настроить цвета даты итак давайте вместе с вами проанализируем как развивалась неделя последняя и выявим актуальную законодательность отключим все дни кроме сегодняшнего и среды прошлого и так что мы видим мы видим что примерно нас после 10 часов начался рынок сформировал дно и пошел рост далее четверг примерно та же тенденция рынок достиг на примерно в 9 30 и дальше пошел нас рост пятница но было достигнуто чуть позже в 10 30 но и знамика примерно такая же далее понедельник он немножко выбился из текущей тенденции но также была попытка роста примерно в 10 10 30 часов по чикаго и вторник здесь мы также видим рост примерно от уровня в 10 0 0 то есть уже можем выявить закономерность начала бычьего тренда после достижения локального минимума в районе 10 11 часов и так отметим что нас интересует только основная сессия чикаго это с 8 30 до 15 00 градиентами отмечен первые полчаса торгов как самая была сильная и далее также давайте отдельно проанализируем первые полчаса торгов мы можем отметить что есть тенденция на удержание нижней границы канала сформированные в первые полчаса торгов и последующего роста так было в прошлый четверг так было в пятницу далее в понедельник он забыл другая динамика развития и так было вчера то есть во вторник тоже было удержание но здесь был сложный ложный пробой но идея затем отработана от локального уровня таким образом у нас есть два сценария первый это покупка от нижней границы канала первого получаса торгов и второй сценарий это покупка на коррекции в районе 10 11 часов по чикагскому времени но одного лишь этого сценария мало и так как текущая картинка текущая расстановка сил на рынке также должны вписываться в наш сценарий и в принципе в этом заключается основная идея чтобы все пазлы сошлись и далее мы анализируем кластер на графике это часовка с правой стороны и с левой стороны кластер на график минутка так сегодняшняя сессия мы видим что у нас ключевой уровень находится под не 44 00 и на открытие рынка мы к этому уровню и подходили и делали ретест таким образом текущая картинка полностью вписывается в наш изначальный сценарий и так у нас открытие рынка 830 у нас здесь выбили объемы скопления и в какой-то момент и также был выбит объем ровно по нашему ключевому уровню срок 400 и в какой-то момент я решаю взять лонг не дожидаясь консолидации на минутном графике у нас есть объем по цене уровня эти скопления объемов и этот рейд у меня закончится без убытком далее рынок удерживал данный уровень который сформирован объемами на открытие рынка именно вот этого уровня я покупал этот рейд закончился убытком но все-таки сценарий у меня отработал и рынок и конкретно от нашего часового уровня рынок пошел наверх далее как еще мы можем войти в рынок как можем искать точки входа в этом отлично помогает линия вивап и она хорошо работает именно тогда когда рынок пробивает локальные уровни когда он выходит выше линии вивап и возвращается на ретест дополнение к этому у нас были объемы на классном графике и локальный уровень точнее граница локального диапазона рынок пробил данную зону и вернулся на ретест линии вивап и локального уровня и именно здесь я взял лонговую позицию так профит у меня был на уровне максимальных объемов прошлой неделе позапрошлой неделе и вчерашнего дня есть такое скопление важных уровней именно здесь я закрыл позицию примерно 4 к 1 и далее рынок начал выбивать объемы и удерживать максимальный объем вчерашнего дня линии эпох вас дэй в этот момент опять возвращаемся к мульчарту и отмечаем еще одну закономерность если мы посмотрим внимательно то увидим что где-то примерно в 9 в 9 30 рынок активно отскакивал от локального максимума дня опять отдельно пронизируем каждый день видим среда отскок от локального максимума далее четверг также отскок пятница тоже был отскок но немножко похитрее сложный пробой понедельник тоже отскок и вторник также был отскок но немножко раньше в дополнение к этому сценарию у нас есть обоснование это максимальный уровень прошлого дня и видим что у нас здесь есть скопление объемов с закрытия прошлой сессии и так рынок возвращался на ретест этого уровня и я здесь решил взять шорт моя первая цель была по цене этого локального уровня где были объемы и вторая цель была на линии вивап я закрыл первую часть позиции под так профит у и второе выбило по безубытку первая часть была три к одному и вторая в безубыток далее рынок развернули у нас были объемы полая мы протестировали линию его и также потом была прекрасная точка входа в лонг от уровня максимального объема прошлой сессии и прекрасно сходил рынок таким образом выявляя последние рыночные тенденции с помощью мультичарта и комбинируя их с анализом кластерного графика анализом линии вивап анализа максимальных объемов мы можем создать весьма эффективную стратегию и получить преимущество на рынке перед другими участниками рынка на этом все подписывайтесь на канал далее будет больше видео где мы будем показывать как можно применять эффективно применять объемы в торговле на бирже благодарим за внимание и хорошего дня